В Ульяновске проходит региональный этап 31 международных рождественских образовательных чтений. Впервые площадкой для проведения пленарного заседания стал Центр Патриот. В этом году чтения посвящены теме «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Тема обширная и дает возможность проговорить очень многие важные вещи, которые и так проговариваются, но здесь мы попытаемся дать им христианскую оценку, оценку того, что происходит сегодня с нами, с нашим обществом и то, что происходит сегодня в мире. Видеть историю своей страны в ее целостности и понимать, что с нами происходит сегодня, узнать свои традиции и понять, чем они могут помочь, как укрепить современного человека в его повседневной жизни. Именно эти темы остаются в центре обсуждений на чтениях. Митрополит Лонген подчеркнул, что духовный выбор – это невысокое отвлеченное понятие, а часть жизни христианина и любого человека, который старается жить осознанно. И в Новом и Верхнем Завете Бог призывает человека избирать доброе сознательно. «Жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жив ты и потомство твое». Так звучат эти слова в Верхнем Завете. Это определяющие в человеческой жизни слова, над которыми нельзя не задуматься. Заповеди Христовые учат нас различать, что есть добро, а что зло. Что мы должны делать, а от чего прощаться. Что ведет нас к жизни, а что к смерти. И человек делает свой выбор. Специалист учебного комитета Русской Православной Церкви по координации учебной деятельности в духовных заведениях Денис Макаров посвятил свое выступление духовному выбору русского человека с опорой на произведения древнерусской литературы. «Цель этого сообщения – поделиться тем опытом, который имел русский человек, начиная с самого начала, так сказать, с принятия крещения Руси и участвуя во всех этих событиях исторических, защищая свою родину, отстаивая православие, рассказать о том, какой духовный выбор делал русский человек. И чтобы, используя вот тот опыт наших святых предков, действительно, чтобы нам сегодня не ошибиться и сделать правильный выбор». Темы, которые поднимаются на рождественских чтениях, важны для всех, говорят участники форума. В его работе приняли участие первый заместитель председателя законодательного собрания Ульяновской области Василий Гвоздев, председатель совета ректоров вузов Ульяновской области, ректор Ульяновского государственного университета Борис Костишко, имам исторической мечети Ульяновска Марат Хазрат Садуакасов, заместитель губернатора по внутренней политике Александр Коробко. «Во все времена России и русский мир были, есть и остаются облотом традиционных духовно-нравственных ценностей, будь то верность Отечеству, сохранение института традиционных сельников союза мужчин и женщин, уважение к созидательному труду, почитание старших, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь и многое-многое другое. Именно эти ценности, являющиеся основой христианской морали, всегда почитались и почитаются в русской православной церкви». В дни форума проходит целый ряд специальных секций, круглые столы и презентации книг, изданных Симбирской митрополией. Участники чтений открывают новые страницы в истории родного края, обсуждают проблемы преподавания в школе, работу с молодёжью, служение милосердия и многое другое. Гостями форума стали известные священники, протеерей Фёдор Бородин из Москвы и протеерей Геннадий Фаст из Абакана. Они провели открытые встречи с прихожанами храмов Ульяновска. Отец Фёдор, автор многих книг о христианском воспитании детей, рассказал о том, как сохранить мир семье, и поделился опытом устройства своего прихода. «На пленарном заседании я выступал с темой молодёжи в приходской жизни. Фактически это была тема по организации работы воскресной школы и места молодёжи в приходе. И была вторая встреча сегодня, очень тёплая, которая очень меня отогрела. Это разговор с родителями православных семей о том, как вырастить ребёнка счастливым». Региональный этап рождественских чтений проводится во всех епархиях Русской Православной Церкви. В январе участники форума соберутся в Москве на основном международном этапе, который проводится уже более 30 лет. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Поднятия счастья в Священном Писании нет. Есть понятие блаженства. Блаженство – это более широкое, более глубокое счастье. Счастье, наверное, я для себя его формулирую так. Блаженство – это счастье пред очами Божьими. Счастье, когда Бог в твоей жизни присутствует, как и должен присутствовать, как самое главное. Но, тем не менее, всем нам хочется счастья. И всем нам хочется счастья прямо с детства немного. И, конечно, есть у этого определенные принципы. Я не могу сказать, что я как-то особенно много знаю, но действительно у нас в храме основные наши прихожане – это многодетные семьи. То есть я вот сейчас, если кто-то присутствовал, я рассказывал, как устроена наша приходская жизнь. Буквально несколько шагов, чтобы семье было удобно быть в храме, и их сразу становится много. Конечно, для ребенка счастье начинается с счастливых отношений отца и матери, безусловно. То есть это такой хребет мироздания, на котором крепится вообще все бытие ребенка. Эти отношения надо строить, эту конструкцию надо беречь, и это не всегда удается. Если у родителей произошел развод, уже по-прежнему счастливым человек не будет никогда. То есть его можно подлечить, это можно компенсировать, но вот такого не будет. И я, к сожалению, знаю это по себе, потому что у меня развелись родители, когда мне было 12 лет. И я знаю, что такое жизнь в счастливой семье, и я знаю, что такое жизнь после распада семьи. И те разрушения, которые произошли в моем мире, вот эта расколотая вселенная, я в их, во-первых, осознал только к годам, к 30, а со многими последствиями я до сих пор и не справился. Вот этого вот такого ядерного взрыва в моей судьбе. Но все да, все мы вышли из детства, и все зиждется там. А что такое, что такое это любовь для мужа и жены? Спросишь любого современного человека, он тебе скажет, что любовь – это самое прекрасное чувство, которое есть на земле. Я считаю, что будет неправ. Потому что любовь, конечно, по преимуществу – это не чувство. Чувства сегодня есть, завтра нет. Любовь – это направленность воли на человека. Именно поэтому, допустим, если ты женат, если ты верен своей жене, если ты ее любишь, то тебе не может понравиться другая женщина, потому что твоя воля не будет направлена на нее даже как на возможную кандидатуру. Любовь как чувство – это прекрасный бонус, он не у всех есть. Он периодически загорается, периодически тухнет, затухает. Его надо возрождать, над ним надо трудиться. Но есть периоды, когда ее нет. Ее нету как чувство. Для меня было откровением слова нашего одного молодого достаточно прихожанина, выросшего у нас на приходе, свадьбу которого мы играли на приходе, в храме венчались, в доме причина справляли. Прошло пять лет, у них ребенок. Они живут в отдельном доме небольшом. И вот он рассказывает. Он рассказывает и говорит, я с утра просыпаюсь, я смотрю на нее и не понимаю, что эта женщина делает в моей постели, в моей квартире, в моей судьбе. Кто она, почему она? Ну, я иду, завариваю ей кофе, делаю ей завтрак. И через полтора часа я ее люблю точно так же, как когда делал предложение. То есть чувство надо беречь, и их можно вернуть. Если у тебя есть направленность воли. Эта направленность воли, конечно, она не статична. Любовь, безусловно, должна возрастать. Она не может быть такой, как вчера. Понятное дело, что люди, прожившие в браке 10 лет, 20 лет, 30 лет, это совершенно разные взаимоотношения. Он пришел с работы, сопит в прихожей, она уже прекрасно знает, что с ним происходит. И особенно если это люди, которые действительно берегли друг друга, то один начинает предложение, второй продолжает, третий, первый же заканчивает. У них одни интонации, одни мысли, полное вот такое действительно единомыслие. В этом есть, конечно, большой труд понимания другого человека. Помните, как у Акуджава есть такие слова? «Святая наука расслышает друг друга сквозь ветер на все времена». Вообще умение любить и умение дружить, искусство любить и дружить, для Священного Писания это очень похожие термины. Начинается с умения замолчать или, можно даже грубее сказать, заткнуться. То есть, твои ожидания человека должны замолчать, и ты должен слушаться в него. Тогда ты его будешь узнавать как другого, как не такого, как тебя. Это и есть любовь. И поэтому он друг. Слово «другой». И тогда тебе открывается Бог, Вселенная, Бытие, все открывается, в том числе, Его глазами, если ты Его любишь. И ты становишься значительно богаче. Проблема семьи в том, что нам кажется, что мы этого достигли, мы поняли ближнего, жену, допустим. И мы разобрались, и все, можно этим дальше не заниматься. Это не так, конечно. Каждый человек развивается. На моей свадьбе один близкий друг родителей сложил бумагу много-много раз. И поднялся и говорил то, что он сказал, что любимый человек подобен тексту, который написан на этой сложной бумаге. Ты всю жизнь его разворачиваешь, и из обрывков постепенно складывается цельная картина. Но чтобы ты его понял, ты должен заниматься всю жизнь этим одним текстом. Тогда ты его поймешь. И проблема еще в том, что человек меняется. Ты меняешься, она меняется. То, что для нее было приемлемо пять лет назад, сейчас ей причиняет боль. А то, что для тебя было важным, теперь стало неважным. И вот это отслеживание, к сожалению, отслеживание этого, как ни странно, в православной семье может вообще не происходить. То есть, понятно, что семья – это союз на трех уровнях. Телесный, душевный, духовный. Телесный – самый простой. Духовный – вроде мы вместе молимся. Она причащается, я причащаюсь. А вот душевный, его надо все время отслеживать, ему надо работать. Для этого надо обязательно, чтобы происходило общение. Как бы не было много детей, как бы не было тяжело, отдельно мужу и жены регулярно нужно общение. Мы с супругой берем машину, едем в Ашан. Берем две тележки. Я, конечно, уже через полчаса схожу с ума, как и любой нормальный мужчина. Вот это уже становится охреношанно совершенно. Но потом мы пьем где-то кофе. Вот так вот у нас 3,5-4 часа получается. И вот все восстановлено. То есть, мы снова как те молодые, Федя и Милы. И вот этот труд, он обязательно нужен. И нас даже старшие дети, когда они это поняли, как это благотворно влияет, они нас сами куда-нибудь отправляют. Давайте вот съездите, пап, ты устал, мама тоже там. Мы малышей ужином покормим, все разогреем. Давайте, вот, поезжайте куда-нибудь. То есть, это обязательно нужно. Вот это вслушивание в другого человека, оно нужно обязательно. Что происходит? К сожалению, сейчас достаточно большое число раз я сталкивался с тем, что православные, церковные люди, вырастив детей, женив их, отдав их замуж, поставив на ноги, они остаются в полном разъединении друг с другом в пустой квартире. То есть, им не о чем говорить. Вот не так давно просто разъехалась пара, который, он иконописец, оба церковных человека, два. Все трое детей женились, родились внуки, они живут своей жизнью, навещают иногда. Ну, просто он уехал жить в другое место, и никто даже не заметил. Не о чем говорить. Вот это именно потому, что не было вот этого усилия. То есть, это усилие, которое надо постоянно предпринимать. Причем, надо быть готовым к тому, что человек поменялся. Академия Продолжение следует...